Празднование Торжества Православия связано, конечно, с историческим событием, с окончательной победой над ересью иконоборчества, победой иконопочитания, которая сформулирована в наших догматах, когда мы говорим и исповедуем, что честь и поклонение образу, написанному на доске красками, восходит к первообразу невидимому, и поклоняясь иконе, поклоняясь видимому изображению, мы поклоняемся невидимому Богу, который всегда и везде присутствует. Но здесь еще надо понять, что само почитание икон, оно связано прежде всего с тем, что Господь воплотился в человеческой природе, взял на себя всю полноту человеческой природы. Недаром до сих пор существует запрет на те изображения, которые не могут передать полноту реальности божественной небесной жизни. Например, запрет на изображение Бога-отца в виде старца, запрет на изображение так называемой новозаветной Троицы, когда Бог-Отец изображается в виде старца, а Дух Святой в виде голубя. Почему? Потому что то, что было сказано еще в Ветхом Завете, не сотворить ни к тебе кумиры и никакого изображения Бога, а ни на небе, ни на земле, ни под землей и так далее, связано именно с тем, что всякий раз, когда человек пытается изобразить неизобразимое, он без сомнения впадет в ошибку. Всякий раз, когда он пытается детерминировать необъятное, заключить в какую-то форму непостижимое, это всегда будет искажением истины. И именно поэтому, наверное, и очень многие и не понимают, что, собственно говоря, происходит, когда христиане православно поклоняются святым иконам. Ведь существуют же христианские конфессии, где, собственно говоря, до сих пор иконоподчество является нормой протестанты, которые, когда самая себе реформация как движение появилась, первым делом стали уничтожать изображение святых, изображение Господа, изображение Матери Божьей. Что же они уничтожали? Видимые идолы, некую подмену по благопочитанию. Дело в том, что иконопочитание связано исключительно с тем, что Господь стал видимым, стал изобразимым. Вот об этом Иоанн Богослов пишет. Мы свидетельствуем о том, что видели наши глаза. Мы свидетельствуем о том, что слышали наши уши. Мы свидетельствуем о том, к чему касались наши руки, что осизали наши руки. Он говорит о Господе Иисусе Христе воплощенном, на груди которого Он возлежал, лик которого Он созерцал, слова, которые поразили Его душу. Это вот именно то. И вот это знание о Боге, воплощенном, собственно, и передали апостолы, и что стало, собственно говоря, церковью. Потому что церковь – это ведь тоже икона. Церковь – это тоже видимый образ живого Бога. Но он только видится через нас, через людей, и должен видиться через нас, через людей. Бог воплотился, он стал таким, как мы, и с тем, чтобы мы стали таким, как Он. А иконопочитание само по себе – это не только свидетельство того, как Бог любит человека, но и свидетельство того, насколько сам человек велик, насколько сам человек необыкновенен, насколько сам человек способен, несмотря на его падшесть, несмотря на его телесность, несмотря на его несовершенство, способен Богу подражать, способен к совершенству. И когда Святая Церковь утверждает икону почитания, она утверждает прежде всего ценность человека, ценность человеческой личности, человеческое достоинство, человеческую свободу, человеческую любовь, человеческое тело, в том числе, как ценность, великую ценность, потому что это тело, оно сродни телу Христос дало, потому что Христос воплотился в этом теле, в этом теле воскрес, и в этом теле вознесся на небеса, и седи одесною Отца, как мы исповедуем в силу веры, потому что и тело наше святое. И тогда путь к святости очевиден и понятен, мы понимаем, что путь нашей святости – это богоподражание. Это подражание ни тому, чего мы не знаем, ни тому, чего мы не видим, ни тому, чего мы не слышим и понять не можем. А подражание именно тому, кто стал таким, как каждый из нас. Об этом апостол Павел чудно написал в своем послании к филиппийцам. «Братья, в каждом из вас должны быть те же самые чувства, что и во Христе Иисусе Господе нашим». И дальше идет о том, как он не захотел быть равен Богу, но себе умален и принял срак раба, в подобии человеческому быву. Был послушен своему Отцу даже до смерти крестный. Вот этот образ подражания Богу – он образ телесного, в том числе, подражания Господу нашему Иисусу Христу. Мы и пост, собственно говоря, проводим как телесное подражание Господу нашему Иисусу Христу, который постился с уровня пустыни. Этот телесный пост – это тоже и способ подражания Богу. Этот телесный пост – это один из образов прославления человеческого тела, человеческой плоти. Поэтому всякое иконоборчество заключено прежде всего в пренебрежении к человеку, в пренебрежении к человеческой природе, к его телу, в пренебрежении к человеческим чувствам, свободе и любви, например, в пренебрежении к человеческой радости, в пренебрежении к человеческим даже ошибкам, потому что человеческие ошибки, они все-таки исчерпываются нашим покаянием. Но если мы смотрим на человека с такой фарисейской строгостью, то тогда всякая человеческая ошибка, всяческое человеческое несовершенство, она не сводит человека до какого-то микроба, в лучшем случае насекомого, с которым можно не разговаривать, которого можно легко отсечь, которого очень легко осудить, с которым у меня может не быть ничего общего. Поэтому, когда мы говорим о торжестве православия, мне кажется, мы прежде всего должны говорить о том замечательном торжестве победы, которую человек может совершить над самим собой, когда человек может вырасти в образ Господа нашего Иисуса Христа, потому что человек склонен к Богу подражанию. И вот это торжество радости быть человеком во Христе, торжество и счастье быть похожим на Христа, оно, в общем, и должно наполнять смыслом этот праздник. Ведь, когда мы говорим о святости, мы часто думаем о святых как о сверхлюдях, о таких вот совершенно нам недоступных по своим подвижам, по своей жизни, по тем чудотворениям, которые они совершали. И нам подчас кажется, что святыми люди уже рождаются изначально. Ну, есть такие избранные люди, специально Богом как-то предусмотренные от рождения, что вот им дана такая вот миссия или такая благодать, вот быть святыми. Они никак не похожи на нас. И мы с ними имеем связь сразу, что во время молебна, когда мы подаем записочки о здравии и просят там «Святитель Отче Николы, моли Бога о нас», «Святитель Отче Спиридоне, моли Бога о нас», «Преподобный Отче наш Сергий, моли Бога о нас». И молимся к ним как к каким-то людям, или даже уже не людям, а просто небесным человекам и земным ангелам, которые просто могут поспособствовать и посодействовать нашему продвижению в этой жизни. А так вообще реально к святым мы относимся очень астрально. Мы понимаем, что мы и они – это разные вообще плюсы. Что нам до них вообще даже думать об этом не стоит. Мы читаем «Жития святых», удивляемся. А по сути своей, кто такой святой? Святой вообще-то – это настоящий человек. Святой – это тот, кто во всей полноте сумел стать человеком. Раскрыл в себе те дары, которые Господь каждому из нас вращает. Раскрыл в себе во всей полноте ту человеческую природу прекрасную, в которой Господь даровал Адаму. В которой раскрывается образ Божий, Его подобие. Это значит, все божественные черты в этом человеке раскрылись. И он так высиял, и он так восторжествовал. Он стал таким победителем в этом мире над злобой, над ненавистью, над нелюбовью, над скверной, над всеми мерзкими качествами, которые прилипляются к нам, как такие вирусы и болезни, которые мы называем человеческими грехами, человеческими немощами, человеческим каким-то вот таким недостойностям. А по сути своей, это как раз все нечеловеческое. Это все, что к человеку принадлежать не должно. Все то, от чего человек должен суметь не просто отказаться, а суметь должен это в себе победить, исчерпать и окончательно от этого освободиться. И вот тогда наступает вот это торжество православия. Потому что икона Христа – это образ истинного человека, настоящего истинного человека и того человечества, которому Господь призывает каждого из нас. Все вереси, которые были в древности, они до сих пор есть. Они просто существуют под разными видами, в разных упаковках. А так вот все человеческие ошибки, все человеческие измышления, они продолжают прекрасно существовать, несмотря на то, что Церковь явила истину. Вот Церковь явила истину, и теперь есть возможность это измышление правильно назвать, эту ошибку определить, потому что свет этой истины помогает нам разобраться, что есть что. Вот мы во свете истинной Церкви понимаем, что человек – это звучит прекрасно. Если принять человека как такового за истину, с его грехами, с его ошибками, с его двойственностью, то тогда, конечно же, придется человека все время расщеплять и дальше, и искать в нем хоть что-нибудь хорошее и приятное, что могло бы оправдать его существование на земле. И тогда понятно, что тело, оно все время будет клонить тебя к греху. Душа всегда будет страстной и несущейся в пропасть страстей, в пропасть вседозволенности и так далее. И только что-нибудь в духе, которое все время рвется и прорывается в небеса, которое заставляет тебя думать о вечном, ты можешь вычленить из себя, как что-то положительное в себе. Вот если идти таким путем, то, бессомненно, тогда в основном человек окажется совершенно негодным. Но если понимать, откуда берутся вот эти страсти наши, почему наше тело порабощено желанию греха, то тогда понятно, что все-таки нам есть к кому идти, куда идти, и есть путь ко спасению. Потому что мы знаем, что если Бог сотворил человека в прекрасном, то это значит, что в человеке все-таки божественные силы, божественные потенции гораздо более могущественны, нежели его поврежденность. Потому что Бог сказал, да будет свет, но Он не сказал, да будет тьма. И в Боге, как мы знаем, нет никакой тьмы. И поэтому человек хоть и помрачен бывает грехом, но к этому греху мы понимаем, как относиться. Человек и грех – это не одно и то же. Человек и грех могут быть очень близки в какой-то момент друг к другу, но никогда не совпадают абсолютно. И поэтому всякому человеку должна дана возможность от греха освободиться и грех победить. Потому что ведь не существует сама по себе болезнь. Вот не существует туберкулез. Существует палочка коха. Не существует грипп сам по себе. Существует вирус гриппа. И пока этот вирус не попал на благоприятную почву, болезни нет. Болезнь появляется только там, когда есть возможность этой болезни на чем-то паразитировать. Вот так вот грех, так вот зло паразитирует на человеческой душе, на человеческом теле и даже на человеческом духе. И этот паразит, ну, как сказать, как и всякий паразит, силой Божией, может быть, истреблен, если человек этого очень захочет. Собственно говоря, наша задача, и во время поста в том числе, это как раз истребление вот этих паразитов, которые к нам присосались, которые пьют нашу кровь, которые отнимают нас от милости Божией, которые уводят нас от благодати, с тем, чтобы по-настоящему во всей полноте стать наконец-то реальными. Спасибо. 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 Спасибо.